Арабские Эмираты дадут вооружение Украине. Об этом Пётр Порошенко договорился на крупнейшей в мире выставке оружия в Абудабе. Домой украинская делегация везёт несколько военных контрактов. Но каких именно, пока держат в секрете. Почему, знает Ирина Смирнова. Сегодня был, наверное, наиболее активный день на оборонной выставке Айдекс-2015 в Абудабе. Выставка будет работать всего до 26 февраля. И, в принципе, странам уже пора определиться со своими потенциальными партнёрами. Очень сегодня было оживлённо у украинского стенда. Его посетил президент Пётр Порошенко. До этого он пообщался с премьер-министром Объединённых Арабских Эмиратов, а затем с Кронпринцем. И, в принципе, президент очень доволен этими встречами. Сегодня были подписаны с Кронпринцем, лидером державы Объединённых Арабских Эмиратов, и министром закордонных справ, получал важный документ о сотрудничестве в галузе военно-техническом. Мы уклали и вызначили термины посетения для украинских военно-технических оборонных способов. И я уверен в том, что сегодняшний визит был надзвичайно успешным. Президент встречался и с другими делегациями, но никакой конкретной информации о заключённых контрактах, а мы точно знаем, что они есть, мы не услышали ни от Петра Порошенко, ни от генерального директора компании «Укроборонпром». Глава «Укроборонпрома» объясняет такую позицию тем, что просто мы защищаемся таким образом от шпионов, потому что мы своими глазами видели, как российские журналисты ходили очень близко к нашей делегации и очень слушались то, что говорит президент Порошенко, например, турецким коллегам, либо французским или английским. Поэтому официальная информация с числами, с контрактами и суммами появится гораздо позже, когда эти контракты будут уже выполнены. Контракты подписаны с передовыми мировыми странами. На сегодняшний день в вооружении есть определённые принципы и правила. И эти правила говорят о том, что нужно их вначале выполнить, эти контракты, а после говорить о них и говорить об их эффективности. Подписаны контракты на миллионы долларов. На сегодняшней выставке не обошлось и без сюрпризов, на этот раз очень-таки приятных. Сегодня один из украинцев, который живёт здесь, в Абу-Дабе, подошёл к президенту и попросился в украинскую армию. Он живёт уже здесь 10 лет, но готов всё бросить, свой бизнес в Объединённых Арабских Эмиратах и ехать защищать Украину. Как я уже говорила, выставка продолжит свою работу до 26 февраля. Это значит, что есть ещё время для подписания самых лучших и самых выгодных контрактов для нашей страны. Ирина Смирнова, Роман Ребрий, Абу-Даби.